В этом уроке мы начнем рисовать кольца. Здесь три разных типа. В этом уроке, который у нас 19 будет 1, мы нарисуем вот эти кольца. Здесь мы уже проходили достаточно инструментов, чтобы это реализовать. То есть для вас это здесь ничего сложного не будет представлять, только повторения и какие-то, может, новые особенности. Дальше мы в следующем уроке 19.2 нарисуем вот эти кольца. Здесь у нас тоже будут использоваться те инструменты, которые мы раньше использовали. Здесь немножко мы подробнее разберем, как заливать градиентом вот эти кольца. И в следующем уроке, уже в третьем, в 19.3, мы нарисуем кольца. Это кольца Audi. Здесь тоже мы практически все изучали, как, что делать. Переходим к практике. Создадим новый документ. Файл создать. Видите, он у меня создался автоматически. Ну, автоматически создается формат А4, но остальных характеристик как бы мы не видели. Поэтому вот здесь давайте повторим, как открывать окно с настройками. То есть, я два раза щелкаю на линейке быстро левой клавишей. И здесь открываются настройки. И здесь есть в рабочем пространстве сверху общие. И вот здесь есть галочка показывать новый документ, то есть диалоговое окно. Жмем ОК. Теперь уже при создании нового документа, видите, открывается окно. И вот я указал следующие характеристики. Формат А4 и остальные, которые вы здесь видите ниже. В настройки программы можно также попасть, нажав на вот эту шестеренку. И здесь выбрать уже соответствующую галочку. Пускай он остается. Этот документ давайте мы сохраним под соответствующим номером. 19.1 Жмем Сохранить. Берем инструмент Ellipse. И при нажатой клавише Ctrl я создаю Ellipse. Размеры давайте введем одинаковые, чтобы у нас были. Введем 50 мм в диаметре. То есть 50 на 50 у меня мм. Дальше делаем копию этой окружности. Жмем правой клавишей. Потом скопировать. И здесь зададим уже 38 мм. Это внутренний радиус. И выровняем их относительно друг друга. Давайте относительно листа. То есть я жму клавишу P английскую. Откроем инструмент масштаб. Он у меня открыт. Отлично. Так, вот здесь он сбоку. Сниму заблокировать, чтобы я мог манипулировать окнами. Вот, получили. Давайте закрасим эти объекты. Теперь два объекта надо выделить. И используем инструмент подгонка, чтобы вырезать один объект из другого. Нажали, сбросили выделение. Выделили центральный объект. Передвинули. Внутреннюю окружность мы удаляем. Она нам не нужна. То есть мы получили один элемент, который будем потом использовать дальше. Дальше делаем копию этого объекта. Берем за узел. И ставим точно в узел другого объекта. Так они накладываются. Нам надо, чтобы они, видите, входили. В одном месте кольцо находило сверху, а в другом оно было под низом. А у нас пока вот так это выглядит. Давайте сделаем желтым цветом. Есть разные варианты, как это делать. Мы будем один из методов использовать. То есть мы сейчас разрежем окружность на половину. И вот эти кусочки будем разлаживать, как нам нужно будет на практике. То есть берем прямоугольник. И рисуем прямоугольник по высоте на половину больше, чем сама окружность. Чтобы он был вот так вот. Давайте зальем его чем-нибудь. И теперь нужно четко выставить половину. Выберем направляющую. То есть я тяну ее и выравниваю вот именно в узел, где происходит центральная ось нашей окружности. Если посмотреть привязки, у нас привязки к объектам активны. То есть проверьте, чтобы у вас активны были эти привязки. Иначе вам будет сложно выравнивать объекты относительно друг друга. Дальше берем наш прямоугольник и ставим по направляющей. Именно вот до появления. Вот здесь у меня подсказочка узел. Это пересечение с окружностью. Сделали. Теперь выделяем окружность. Жму shift. Выделяю второй объект. Вот они вместе двигаются. И теперь выбираем нужный инструмент. В данном случае нам подойдет инструмент упрощения. Упрощение у нас находится на окошечке панель свойств. То есть панель свойств у вас тоже должна быть активно включена. То есть проверьте, чтобы это было так. В очередь панель свойств, если вы вдруг забыли, где это находится. Панели. Окна панели. И вот здесь у нас панель свойств. То есть поставьте галочку, чтобы у вас были уже точно вот эти вот инструменты, если у вас их вдруг почему-то нет. Дальше мы выбираем из инструментов формирования упрощение. То есть он у нас обрежет нижний объект верхним. Жмем эту кнопку. Выделяем отдельно. Сбрасываем выделение. Выделяем повторно прямоугольник. Двигаем в сторону. Видим, что мы отрезали часть нашей окружности. Прямоугольник удаляем. Он нам уже не нужен. Мы должны убрать здесь. Давайте вот увеличим. Вот эту черную линию. То есть здесь мы должны убрать вот эту черную линию и вот здесь черную линию. И оставить здесь черную обводку, здесь вот по периметру. Выбираем наш инструмент. Соответственно выбор. Выделяем наш объект. Чтобы нам не мешали другие объекты. Дальше берем инструмент форма, который у нас отвечает за редактирование точек. И нам надо выделить вот эти первую точку, вторую, третью, четвертую. Можно это сделать одновременно. То есть мы вот так вот обводим прямоугольником и выделяем четыре точки. Дальше нужно разорвать эти точки, чтобы удалить отрезки между ними. То есть жмем на кнопочке разъединить кривую. Цвет пропадает. Так и нужно. И если посмотреть, выделить вот на точку, видите, мы разъединили вот эти вот здесь кривые. Дальше нам нужно удалить нужные точки. То есть смотрите, если я вот щелкаю здесь, выделяется вот эта точка. Отменяем. Если я щелкаю с правой стороны, выделяется, видите, другая часть дуги. Нам нужно удалить именно вот этот отрезок, не меняя кривизну вот нашей дуги. Поэтому мы отменяем и щелкаем вот здесь на левой точке. И жмем, соответственно, Delete клавишу. Теперь смотрим. Справа мы должны сделать то же самое. То есть здесь щелкаем. Смотрим, выделяется, да, та точка, которая нам нужна. И жмем, соответственно, Delete. Теперь нам нужно вернуть заливку нашему объекту, который мы потеряли, разъединив вот эти вот кривые. В Corel есть возможность заливать незамкнутые кривые. Этим мы и воспользуемся. Для этого надо зайти обратно же в свойства программы Corel. Там можно сделать инструменты параметры. И здесь нам нужно в разделе документ, вот здесь щелкаем, и здесь смотрим общие настройки. И здесь есть та галочка, которая нам поможет залить незамкнутые кривые, заливать незамкнутые кривые. По молчанию эта галочка в этой версии не активна, поэтому мы видели незалитые объекты, хотя они были залиты ранее. Поэтому ставим вот эту галочку, жмем на кнопке ОК и видим, что заливка у нас появляется. В принципе, мы практически уже сделали то, что нам нужно. Осталось совсем немножко доделать, расставить вот эти кусочки на положенные места. То есть берем за узел крайнюю точку внутреннюю и ставим вот сюда. Потом я делаю копию, то есть жму правой клавишей, тяну в сторону, жму копировать и переворачиваю по вертикали. И обратно же беру за узел и ставлю в крайнюю точку вот сюда, в стык. То есть мы это сделали, давайте уберем направляющую, то есть я выделяю, жму Delete на нее. Теперь нам нужно этот объект положить под левую окружность. Это можно сделать по-разному. Самый простой вариант щелкнуть правой клавишей на этой дуге и выбрать в меню порядок на передний либо задний план. И здесь другие команды на задний план страницы. То есть щелкаем. Дальше мы скопируем вот эту как бы окружность, состоящую из двух кусочков. Можно вот нажать кнопочку копировать, потом вставить. И сдвигаем вправо. Берем обратно же вот за узел и ставим в узел соседней окружности. И проделываем ту же операцию, то есть выделяем вот эту часть окружности. И можно через правую клавишу порядок на задний план страницы. Вот сделали, а дальше в принципе вы поняли, делаем то же самое. То есть обратно жмем вставить, перемещаем в край и выставляем на положенное место. Берем за узел, ставим в узел, выделяем кусочек верхний. Мы нажимали правую клавишу порядок, эта же команда есть в меню. Давайте в целях изучения Corel найдем эту команду в меню. Она у нас находится в меню объект, порядок. И вот здесь на задний план страницы. Получили вот такую цепочку. Сделайте это, сохраните. В следующем задании мы продолжим и зальем вот эти объекты градиентом. То есть получим уже вот такие кольца. Спасибо за внимание. Жду вас в следующем уроке.